Доброе утро! На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа в студии Маргариты Гафарова. 1 миллиард 95 миллионов рублей получит Башкортостан на борьбу с коронавирусом. Средства поступят из федерального центра. Всего между регионами распределят 56 миллиардов рублей. Наиболее крупные межбюджетные трансферты, предназначенные Москве, более 5,5 миллиардов рублей. Московской области, Санкт-Петербургу и Татарстану по 2 миллиарда. Средства пойдут на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой и медицинской помощи. Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств. Напомню, в июне-июле на эти цели уже было выделено 110 миллиардов рублей. И финансирование поддержит систему здравоохранения в регионах и позволит продолжить борьбу с коронавирусом, отметили в Кабмине. И в продолжение темы. Инфекционный госпиталь в Сибае планирует возвести за два месяца площадку, определенную под строительство, осмотрел премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. Он подчеркнул, что Сибае был выбран под размещение ковид-госпиталя не случайно. За Уралье нет подобных медицинских учреждений, от этого страдают местные жители. Выбранная площадка готова для строительства госпиталя в максимально сжатые сроки. Все инженерные сети находятся в непосредственной близости. Вода, электричество, газ, ливневая канализация. Также учтена логистическая доступность как для сибайцев, так и для пациентов, которые смогут приезжать из других районов Заурали. Здесь, в общем-то, все эти вопросы связаны с коронавирусной инфекцией, а в последующем и с другими инфекциями будут решены. Этот инфекционный госпиталь будет оборудован по последнему слову техники, соответственно, все там будет необходимое для качественного медицинского обслуживания. Для решения кадровых вопросов планируется модернизация и увеличение количества обучающихся медицинского колледжа Сибае. Андрей Назаров также подчеркнул, что по аналогии с предыдущими госпиталями будет построено общежитие, что позволит приезжать и работать иногородним специалистом. Госпиталь будет в форме цветка Курая, как и в селе Зубово Уфимского района из Терлитамаки. В нем расположится четыре инфекционных отделения. Одно отделение реанимации, интенсивной терапии, приемное отделение, экспресс-лаборатория, патолого-анатомическое отделение. Кроме того, госпиталь будет оснащен станцией медицинских газов. Уровень охвата населения Башкортостана спортивными объектами достигнет 100% к 2030 году. На сегодняшний день этот показатель составляет 71%. Об этом говорится в стратегии развития физкультуры и спорта в Башкортостане на ближайшие 8 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Предполагается, что доля жителей, занимающихся регулярно спортом, за это время увеличится с нынешних 48% до 59%. И в целом улучшится физическое здоровье и качество жизни людей. По словам председателя профильного комитета госсобрания Раиля Садулина, поддержка спорта в республике идет по нескольким направлениям. В частности, улучшение материально-технической базы, строительство новых объектов, развитие большого спорта и, конечно, массового, в том числе на селе. Есть, конечно, направление, которое меня больше всего задевает. Это развитие студенческого спорта. Вот здесь нужно поднапрячься и найти интеграционные формы взаимодействия, поскольку сегодня студенческий спорт развивается за счет вузов. А между тем, как мы понимаем, мировой спорт, особенно американский спорт и китайский спорт развиваются за счет поддержки студентов. Они сегодня являются лидерами спорта. Они в студенческих кампусах строят мощнейшие, современнейшие спортивные сооружения. В стратегии также перечислены основные риски, которые могут помешать достижению целевых показателей. Например, финансовые, связанные с тем, что на обеспечение программ может не хватить бюджетных средств, а сфера физкультуры и спорта не будет инвестиционно привлекательной. Рыночные риски подразумевают снижение доходов населения, из-за чего жители республики станут меньше времени уделять спорту. В документе не прописано финансирование развития физкультуры и спорта, однако указано, что с 2017 по 2020 год расходы на эту сферу из бюджета республики увеличились в два раза с 1 миллиарда рублей до 2 миллиардов. Федеральное финансирование в 2017 году составило 26 миллионов, а в 2020 году достигло 508 миллионов рублей. В музее заповедника Шульгантаж появится экспозиция с копиями на скальной живописи. Контракт на ее изготовление стоимостью 55,5 миллионов рублей заключили с уфимской компанией «Макет РФ». Работы оплачиваются из регионального бюджета. Экспозиция будет состоять из витрин, подиумов и стендов. Так, одним из центральных экспонатов станет макет пещеры площадью более 95 квадратных метров с копиями доисторических рисунков. Кроме того, в музее представят реплики инструментов древних художников. Экспозиция будет интерактивной. Посетители смогут сами создавать наскальные рисунки, посмотреть на 3D-костер, а также увидеть макет места археологических раскопок в пещере. Ранее на создание комплекса «Шульгантаж» было выделено более 326 миллионов рублей. В октябре этого года направили еще 107 миллионов на пуск наладочной работы и поставку оборудования. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллары и евро растут. Американская валюта плюсует 26 копеек, курс 69 рублей 81 копейка. Евро прибавил 32 копейки, курс 81 рубль 2 копейки. И лучшие обменные курсы. Покупка доллара в Солидбанке за 70 рублей 15 копеек и продажа в БКС Банке за 70,49. Наиболее выгодный курс покупки евро в Солидбанке за 81,35 и продажа в БКС Банке за 81,59 рубля. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин